Шоколадка, конфеты или горсть орехов активизируют мысленный процесс первоклассника. О таком перекусе стоит позаботиться родителям, собирая ребенка в школу. А вот отдавать 7-летнего малыша в музыкальную школу психологи не советуют. Первый класс и так отнимает много сил и энергии. О тонкостях воспитания первоклассника в нашем следующем сюжете. Переход из садика в школу, новый режим, коллектив, обстановка – все это приводит ребенка к стрессу, который может затянуться на месяц, если вовремя не оказана психологическая помощь. Первое, на что родителям необходимо обратить внимание – неукоснительное соблюдение режима дня. Если вы хотите, чтобы он его соблюдал, вы просто составьте такой красивый, красочный распорядок на сегодня. В целом придерживайтесь режимных каких-то моментов и с ребенком оформите это в какую-то такую красивую картину, что ли. То есть из рутины перейдите к творчеству. Ребенку поможет быстрее адаптироваться и постоянное присутствие рядом родителей. Поэтому психологи советуют взять отпуск в сентябре, если есть такая возможность. Взрослый может помочь ребенку подружиться с одноклассниками. От психологического комфорта в классе многое зависит. А вот занятие на компьютере стоит ограничить до 15 минут в день. Телевизор – до двух часов. Электронные книжки читать не стоит, а вот обратить внимание на осанку следует. Что касается рюкзаков, ну если ребенку купить хороший рюкзак, если он его будет носить на одном плече, то это плохо. Поэтому родители должны смотреть, следить за тем, как ребенок относится к своим вещам. И рюкзаки, естественно сейчас хорошие рюкзаки, которые имеют валик под поясничную область. Не стоит удивляться, если педагог раз в пару месяцев пересаживает детей в классе. Это хорошая профилактика ортопедических и офтальмологических заболеваний. Стоит помнить, что ребенок во время урока втратит не менее 600 килокалорий в сутки. Поэтому стоит увеличить в детском рационе количество углеводов. Небольшая шоколадка, конфета или горсть орехов на переменке активизирует мыслительный процесс. Жиры как источник энергии необходимы для усвоения учебного материала. И кроме этого они являются строительным материалом любой клеточной стенки. И способствуют развитию нервной системы. Поэтому все ингредиенты должны быть сбалансированы. Записывать ребенка еще в одну школу или на курсы, требующие умственного напряжения, в первом классе не стоит. Лучше потратить это время на занятия спортом или прогулки на свежем воздухе. Анастасия Каминская, Владимир Подлевский, Хвести, Кировская область.